Безусловно, поскольку атопический дерматит, я так понимаю, совершенно охватывает все педиатрические направления, этот больной везде появляется, он появляется у семейного врача, теперь и в первую очередь у педиатра. И, следовательно, я начинаю с такого общих положений. Общие положения, они очень существенны, я почему буду делать на этом акцент, ибо вот даже мы говорим, европейское руководство по диагностику лечения атопической экземы или атопического дерматита. Ну, честно говоря, вот там написано, что нейродермит в нескоговорящих странах, но они тоже уже монографии и статьи стали выпускать без названия нейродермит, я потом немножко позже более подробно на этом остановлюсь, но они теперь уже говорят тоже атопический дерматит, раньше это была прерогатива немцев. Ну и в итоге, конечно же, это заболевание, которое имеет определенное отношение к наследственному фактору, никто еще не написал, что это генодерматоз, но это заболевание с определенной наследственностью. То есть, вот достаточно сказать, что конкордантность у монозиготных близнецов это 80%, поэтому, как правило, это семьи, в которых или родители, или братья, они обязательно, более отдаленные родственники, страдают вообще атопическими заболеваниями или вообще аллергическими заболеваниями. Поэтому заболевание такое, ну, как бы, чуть-чуть с элементом обреченности. Надо сказать, что распространено с атопического дерматита. Вот здесь я бы ваше внимание привлекла. Вот, смотрите, дети 10-20%, а взрослые 1-10%. О чем это говорит? Это говорит о печальной картине, что вот половина детей останутся на всю жизнь больными. Почему я вот раскрою карты, что когда я, это был такой довольно длитный, мучительный процесс, для того, чтобы пройти протоколы, тебе дали право работать с определенной экспертной группой, ты должен был обосновать. Ну, тогда прислушивались, но надо было обосновать. И моим обоснованием, вот я подала заявку на акне, который тоже, ну, в общем-то, касается ранимая такая патология для молодых людей, это было обосновать. А вот для атопического дерматита это то, что может протекать тяжело, что болеют дети, и, наконец, у половины больных это заболевание остается на всю жизнь. И, наконец, третье, можно сюда привлечь, это то, что над этой семьей домокло, в меч остается. Поэтому вот этим уже больным надо говорить, даже если здоровый ребенок родился, в этой семье помните, что вот такая вероятность существует. Надо сказать, что, как дело обстоит со статистикой. Со статистикой дело обстоит крайне печально. Значит, вот если, ну, такие выдержки там из статьи берешь, вот, допустим, школьники швети, 79-й год, 7%, более чем в два раза уже в 91-м году. И все это продолжается. То есть заболеваемость атопическим дерматитом растет. Действительно, это известно, что больше в урбанизированных районах, но это не абсолютный критерий, я бы сказала. Потому что, да, действительно цивилизованные страны, но и в других странах тоже это растет. Поэтому растет заболеваемость атопическим дерматитом. Что дает Великобритания? Великобритания провела большой популяционный скриниг среди детей 9-12 лет. Вот они школьников Лондона обследовали. Что же оказалось? В 64-м году 5%, в 99-м году 21%. То есть растет немыслимо. А теперь я показываю вам по Украине. И это анекдот. Вот с Украиной это анекдот. Вот как раз нашлась страна, в которой заболеваемость атопическим дерматитом, ну почти, я же не продолжила, до 2018 года, вот оказывается падает заболеваемость. Что же происходит? Происходит совершенное, я считаю, что полностью разрушенная система медстатистики. Вот, допустим, наверное, меня и коллеги поддержат, что если ты по любому заболеванию оторвемся от атопического дерматита, ты интересуешься статистикой, да? Ты находишь где-то статью или материалы, теперь в интернете, ты находишь, а что в центре Атланты в Соединенных Штатах, где фиксируются почти все заболевания. Значит, у нас там микоза, чесотка, атопический дерматит, но ведь какая ситуация оказывается? Атопический дерматит расползся, да, везде, то есть и никто не возражает. Он теперь и у семейных врачей, везде, везде, и в частных клиниках, и, следовательно, просто не подают. Никто не требует, ну и не надо, и не подают извещения. Поэтому это просто издержки вот такой халатности, а я из прошлого века, может быть, даже из 19-го, я всегда говорю, я из 19-го века. Так вот, я считаю, что пока по голове не стукнет никто, никто ничего делать не будет. Поэтому вот у нас сейчас никто ничего нет, и мы, оказывается, в хорошем положении с атопическим дерматитом. Теперь относительно вот того, что я уже мельком сказала. Значит, аллергоанамность у больных с атопическим дерматитом. Итак, 42% родственников первого колена страдают атопическим дерматитом, ну, аллергическими, шире скажем. У 28% родственников атопии дыхательных путей, то, что говорилось с предыдущими докладчиками. Почему мы и понимаем друг друга, потому что это действительно такая, оказывается, смежная проблема. И в 3-5 раз чаще в семейной атопии встречается у тягощенных лиц, чем у здоровых. Надо сказать, что вот у нас закончилась уже, защитилась такая работа, в которой сопоставление шло, там даже филогрии исследовали. Ну, в общем, хорошая научная такая, я считаю, работа, выполнена молодым доктором. Так там в итоге совершенно очевидно было, вот разделены были группы. Итак, там, где родители, кто-то из родителей болеет, кто-то там, где не болеет, и наоборот. Ну, и оказалось, действительно, гораздо более глубокие изменения даже вот этого же филогрина, состояние сухости кожи, о котором я буду еще упоминать, и так далее. Поэтому очень важна вот эта семейная анамнез. Риск возникновения атопического дерматита у детей, у них уже, у детей, 44%. И о чем это говорит? Это уже нужно напрягаться маме, которая должна понимать, вот такая семья, ей нужно объяснить. Ты из такой семьи, у тебя принесло, но у тебя у мамы, значит, ты когда лактации приступаешь, ты уже должна, наверное, хотя бы посидеть на диете. То есть вот этот риск, он должен иметь вот выход, почему нужны и объяснения с семьей. Еще хуже я выделила жирным шрифтом популяционный риск. Вот это, конечно, очень печально. Популяционный риск 11,3%. И, ну вот, конечно, популяционный риск не всех 11% реализуется, но это опять-таки вот такой вот мрачный прогноз. И по этому поводу есть же действительно популяционная склонность. У нас определенно она есть, популяционная склонность. Вот, допустим, с эбарейным дерматитом вырастает каждый ребенок в Украине. Каждый. Пускай, нет, ничего не было. Ну, подождите, корки были, еще что-то было, что-то было. А вот поймаете в переходе эту цыганку, которая не моет, и бог с чем, как кормит, и все-все-все, вообще не моет этого ребенка. А никогда у них с эбарейного дерматита, а тем более атопического дерматита, не будет. Поэтому это тоже очень специальная такая цифра. Если боли нацез, то отец, то 46% детей атопического дерматита. Если больная мать, то это у 53%. Ну, почти одинаково, но с некоторыми привилегиями матери. Теперь, что же все-таки наводит на мысль, что это генетически детерминированно? Я еще раз говорю, никто еще не сказал, что это генодерматоз. Нет, того нет таких четких оснований. Но, смотрите, семейная намнез отягощен, ну, почти в 70% случаев. Кератозы, которые относятся четко к генодерматозам. Кератозы у больных атопическим дерматитом больше, чем в половине случаев. Сухость кожи, которая в некоторых руководствах, современных, как раз не старых, ксироз и ксиродерма, относятся к заболеванию. Вот сухость кожи мы так не смотрим. Мы смотрим как на симптоматику. А в некоторых случаях, это вот даже в некоторых руководствах. Так вот, сухость кожи у 78% больных атопическим дерматитом, что является тоже генетическим фактором. И у третьей вульгарный ихтиоз. Если же мы возьмем вульгарный ихтиоз и рассмотрим, как у него обстоят дела, то у вульгарного ихтиоза тоже почти треть больных страдает атопическим дерматитом. То есть наоборот. Надо сказать, что вот здесь я тоже, когда эту цитату вам показываю, она ничего собой такое, но известная гиперпродукция иммуноглобулина и либерация биологически активных веществ. Я выделила жирным шрифтом вам опять гениальную фразу. Вот она мне нравится, я ее все время и докторам повторяю. Просто гениально. Этиология атопического дерматита находится между генетическими факторами и факторами окружающей среды. Правда? Правда. Поэтому должна быть склонность, но и должны быть какие-то факторы, которые бы утяжеляли эту симптоматику. И надо сказать, что, конечно же, страдает клеточно-опосредованный иммунитет. Конечно же, ведутся большие поиски по поводу хромосомных участков. Но что интересно, вот если даже указываются локусы, даже указываются локусы в определенных хромосомах, так вот две хромосомы из вышеуказанных, они и при псориазе. То есть получается, что они тоже неконкретные. Они, наверное, говорят о том, что кожа с патологическими изменениями. Но совпадают псориаз и атопический дерматит. Итак, что же, если подводить такое резюме на этом этапе, то что происходит? Патология или патофизиология атопического дерматита характеризуется. Постепенное увеличение продукции иммуноглобулина И, дефицит барьерной функции, о которой я говорила, это сухая кожа и мутация филогрина, ненормальная микробная колонизация, о чем мы будем еще позже обязательно говорить, об отягощенности микробной колонизации, сильное психосоматическое влияние, сильнейшее психосоматическое влияние. Поэтому тоже такой момент. Здесь я действительно из одного учебника такого дерматологического, но попросила мне отсканировать эту страницу, потому что тоже очень впечатляет, как это показано. Значит, смотрите, в итоге вот на верхней части написано, что страдает барьерный дефект, барьерная функция кожи страдает. То есть при этом все попадает в силу сухости. Смотрим, куда? Направо. Трансэпидермальное проникновение вот этих аллергенов, там каких-то раздражающих веществ и так далее. Смотрим налево. Потеря воды, я еще буду о ней говорить, трансэпидермальная потеря воды. Затем, раз потеря воды, еще вот эти дефекты филогрина, получается ксироз, сухость, я о ней уже говорила. И все это приводит к зуду. Вот что еще печально при атопическом драматите, что еще все это завершается зудом. Дальше, это опять-таки расчесывание. Смотрим направо. То есть механическая травма, имеется в виду расчесывание, экскориация. И экскориация уже вызывает выброс биологически активных веществ. И более того, она вызывает выброс серотонина и нейропептидов. И получается, что у этих больных зуд еще больше приводит к продукции нейропептидов. Совершенно замкнутый круг. Вот немножко у меня есть время. Спасибо организаторам. У меня есть время. Я вам просто один клинический пример, который меня ошеломил на всю мою профессиональную жизнь. Вы помните, но я глубоко по сей день чту память Елены Михайловны Лукьяновой. И вот давно-давно она звонит и говорит, что их сотрудница. Оказалось, она теоретик, доктор меднаук. Все вот приводит очень тяжелого ребенка. Девочке два года. Мы в ужасных условиях. У нас только строилась больница. Поэтому палата, в которой лежало девочек, ну, человек 10, наверное, и они взяли, поставили в центре деревянную детскую кроватку, потому что те постарше, вплоть до подростков, все лежат в разной хронической патологии кожи. И все, положили. Я с этой мамой поговорила. Положили ребенка. И я утром прихожу в отделение, потому что, ну, вот, коллега и ребенок тяжелый. Я прихожу туда, в эту палату. И я вижу картину. Я вижу картину. Значит, ребенок распят. Вот так. И бинтами ноги привязаны к этим, ну, вот этим столбикам. Да? И руки. Ребенок лежит с полузакрытыми глазами от страдания. И вот так только затылок хотя бы чешет. То есть шевелит головой. Я говорю, боже, что это происходит? Мама отвечает, а я всегда так делаю. Ребенок, которого она ждала, она родила в 42 года. Она дождалась. И вот она привязывает, не понимая. Есть одна работа, это у меня отдельная, как бы, есть тема. Могу когда-нибудь ее осветить? Хронический зуд. Потому что она междисциплинарная проблема. Хронический зуд. Есть английский автор, который написал великолепную книгу. Механизмы боли и зуда. Ну, у него... Я не очень соглашаюсь с этой фразой, но она такая резкая. В этой фразе сказано, надо думать, чтобы зуд иногда страшнее боли. Вот, ну, по-разному можно... Ну, я не очень соглашаюсь, но зуд при атопическом дерматите в 100% случаев. Поэтому он даже симптом, помогающий подумать об атопическом дерматите. Или же, наоборот, исключить. Нет зуда. Значит, ищи другую патологию кожи. Затем, опять-таки, вот школа... Если говорить, где в Европе сосредоточилась такая научная и практическая школа по атопическому дерматиту в Дании. Вот в Дании клиника, там у них все. Ну, в общем, ты знаешь по литературе. И я слушала этого профессора Тестру Петерсон. И вот в итоге они, большой группой ученых, они интересную вот эту вещь дали, которую я выдержку только меня впечатлившую выдернула. Во-первых, это то, что может быть внутриутробная сенсибилизация плода. Какая? Токсикоз беременности, препараты, лекарственные препараты. Да. Тем более, если сказать, что в наше время это полипрагмазия, в основном, можно себе представить, да, первое, что назначают матери. Вот она сохраняет беременность. Она должна сохранять беременность. Ну, просто можно себе представить, что ложится на плод, да. Возраст матери, само собой. Течение гистации оказалось, у них очень хорошая статистическая выкладка, оказалось, что в основном это переносы. Вес новорожденного избыточный, и даже окружность черепа у них больше, чем у большей массы. Ну, такие интересные данные. Вот так. Затем, относительно вот этих вот какого-то аллергоанамнеза, оказывается, это уже больше, это венгры написали, влияет и ковровые покрытия, седомия, и то, что триггерную роль играет пассивное курение, ну и так далее. Так вот, здесь функции иммунной системы связывают. Гиперчувствительность кожи к ряду иммунных стимулов, снижение редезистентности к патогенной и условно-патогенной флоре, в результате нарушения кожного барьера, о котором я уже говорила. Это я уже тоже сказала относительно нервных окончаний, роль нерепетидов, практически я опередила этот слайд. И вот в итоге, какие же существуют, вот это тоже мне нравится, эта цитата, какие существуют дополнительные факторы риска при адаптическом дерматите. Нарушение вскармливания, персистирующая микс инфекция, все понятно. Длительная медикаментозная терапия тоже, профпрививки, но вот уже поверьте мне на слово, и, наверное, вы верите, и, наверное, я надеюсь, и вы так поступаете, я за свои много-много неприличных лет своей дерматологической карьеры никого еще не освободила от прививки при адаптическом дерматите. Потому что есть ниши в виде ремиссии, в виде того, что нужно положить педиатрию, в это действительно надо положить, тогда прививать педиатрию на 2-3 дня надо положить, может быть, даже под гормонами, ну то есть это нонсенс, если освобождать от опика от прививок. Психотравмирующие ситуации в семье и школе, отсутствие контакта, опять жирным, между врачом и семьей ребенка, неправильная оценка родителями, состояние ребенка и самолечения. Итак, вы все, наверное, согласитесь вот на те примеры, которые я вам приведу. Значит, я этот, ну вот доклад один потрясающий, я слушала, вот представьте себе в Екатеринбурге, причем Екатеринбург в Советском Союзе, Свердловск, он был центром всяческих разработок по атопическому дерматиту, причем весь, все преимущество и весь фокус солидности этого учреждения, там открыли центр, он состоял в том, что действительно объединились профессор Туропова и педиатр-профессор, то есть вот они объединились, это уже было много. Помогли открыть этот центр, я так понимаю, тогда был у них обком, кто? Ельцин, да, и у него обе дочки, как мне рассказывала профессор Туропова, очень тяжелые топики, девочки были. И, значит, ну короче говоря, им открыли. Он не то, что там строили новое здание, просто вот эту идею подхватили. И они регулярно делали вот такие симпозиумы, большие-большие, с приездом зарубежных ученых, действительно, без дураков, как говорят. Значит, в итоге был доклад из университета психолога, то есть совсем не медика. Они вместе с этим центром провели большую работу, в которой было показано, что в этих семьях чаще всего семьи распадаются, потому что, ну вот такую вот печаль в семье, очень часто укладывают к себе в постель родители, чтобы чесать среди ночи. Потом мать сосредоточена только на этом страдающем ребенке, и потом оказывается, она потом как бы вот мать-одиночка. Но она настолько давлеет над этим ребенком, что он, ну вот, остается под материнским прессингом на всю жизнь. Что происходит потом? Ну, такая картина. Значит, приходят ко мне, ну, можно там, тот позвонил, да, больной. Это ребенок, нет-нет-нет, это будет молодой мужчина, ему 28 лет, да, я говорю, приходите тогда-тогда. Приходит с мамой, спрашиваешь, что кушает, говорит, мама. После этого я говорю, там, какой желудок, если спросишь, вот как у вас регулярно желудок, он открывает рот, она говорит, да, все нормально. Понимаете? Вот, ну, совершенно это вот присутствует, и они, если это, ну, даже и девочки, они тоже не могут составить себе семейную жизнь, потому что есть мама, понимаете? Поэтому вот сюда это относится. Насчет контакта между врачом и ребенком. Вот наши протоколы. Они, между прочим, вот мне так приятно было, когда вы упоминали эти протоколы, потому что мы же все выстрадали. Значит, там получается такая вещь. Когда мы брали протоколы европейские, как нам сейчас предлагают, мы договорились. Хорошо, все берем за основу, там уже отработано, все европейские. Но все должно быть наше видение тоже. Мы же тоже имеем опыт, мы же тоже, как бы, не спички упали, как говорится. Значит, в итоге, в итоге, в этом перечне, кто может знакомиться с протоколами? Может, ну, врачи, вот мы, да, там, дерматологи, такие детские, эти, там, аллергологи взрослые, детские, врачи семейные. Вот что-то, сейчас я вам скажу. А, и, наконец, провизоры. Ну, иду, ну, приехали. Это то, что, значит, приходишь в аптеку, и они уже, они говорят, да нет, зачем это, это, вот это надо. И в итоге получается, что, ну, вот, дают эти протоколы, и мы возразили, что провизоры не могут иметь отношения к лечебной части этих протоколов, не могут. Поэтому вот есть такой момент, очень острый. Надо сказать, что у них психоэмоциональные нарушения, почти у всех. Причем два фактора. Во-первых, действительно, эти факторы, которые обостряют процесс, а второй фактор состоит в том, что, состоит в том, что они тяжело адаптируются, эти дети, они мученики, они мученики, поэтому у них эти психоэмоциональные нарушения, они изолированы, у них синдром дефицита внимания чаще встречается, вот психиатры это обычно отмечают. Ну, наконец, относительно всей группы атопических заболеваний, как раз вот атопический дерматит, его начало более ранее, чем других атопических заболеваний. Здесь я просто показываю, но ни в коем случае не буду загружать вас всем этим текстом, только скажу. Если вы этим вопросом интересовались, я думаю, вы вынуждены были интересоваться, потому что педиатры сталкиваются, дело в том, что было такое, ну, вот я считаю, что довольно грандиозное событие, ну, в дерматологии, когда никто не мог ничего понять, а куда относятся и как трактовать эту патологию, то вдруг появилась работа, работа Хани Фенейрайка, она вышла в 80-м году, и вот они выделили, причем не удивляйтесь, если вы помните по статьям, что теперь пишут 4 признака, но это просто объединили несколько, а у них, я брала их книгу, вот это еще я брала в нашей национальной библиотеке и переводила, поэтому у меня осталось, как они написали. Это настолько грандиозное предложение было их, вот так судить о клинике, значит, нужно брать 3 основных признака из вышеперечисленных 6, ну, теперь говорят 4, и, ну, те же самые просто, я поэтому не говорю, или из дополнительных признаков тоже нужно выбрать хотя бы 3, да, вот они и признаки. Опять я прохожу, потому что у нас много времени это займет. Вот настолько это прекрасное такое начинание, все, все решившее, что теперь, вот, например, у нас в дерматологии, все, наверное, знают, вот есть этот признак Никольского, никто не объясняет, что такое, как пузырь, при любом пузырном заболевании, есть признак Никольского или нет признака. Точно так же теперь пишут в статье, не перечисляют вот эти вот признаки, а вот соответствуют признакам Ханифина и Райки. Значит, все, это железно-атопический дерматит. Но для клинического суждения, ну, мы, например, у себя в клинике этими пользуемся, это не классификация, которая там написана в каких-то учебниках, но очень нужная, удобная по клиническим формам. Это эритематосквамозная, которая со склонностью к экзематизации, да, эритематосквамозная, с эхенификатия, подавляющее большинство больных с этой формой, лихиноидная у взрослых, редко, которую путали с нейродермитом, но я еще об этом буду говорить, и пролегоподобная, крайне редкая, она составляет 1%, но она, ну, вот так, откровенно скажу, но я не видела, чтобы страдания эти кому-то ты облегчил. Это всего 1%, но это всего много, да? Значит, и, наконец, по названию. Ну, это, может быть, даже я бы больше свое возмущение выражала в адрес дерматолога, но, коль все занимаются атопическим дерматитом, я это обращаю ко всем. Значит, что я хочу сказать? Вот опять, смотрите, Ханни Финнерайка, и вот они в этом самом замечательном труде, они написали, да, есть синонимы, вот мы и так, и так, и так называли, но давайте забудем, у нас есть только атопический дерматит, то есть вот это они сказали, и тут же предложили эти признаки. И вот синонимы, атопическая экзема, детская экзема, это, кстати, осталось, пролегобенье тоже, это пролегоподобная форма, мы только что видели, это лихинвидаля, я даже покажу вам потом больных, эндогенные экземы, эксцедативные экзематиты, конституциональный нейродермит, и диффузный нейродермит. Отпало, ну, забыть нужно, весь мир забыл, и договорился, что нейродермит для атопического дерматита не синоним, есть атопический дерматит. И я, даже я дописала, оказывается, жизнь мне подбрасывает и следующие шедевры. посмотрите, на аттестации врач учился, 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 потом отвечает, различает острый и хронический. Следующее, на телевидении, но это доктор, это же не ведущие программы, атопический делят на нейродермит и токсикодермию. Ну, 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 караул. В учебном пособии написано, это в учебнике, который у студентов, нейродермит, то теперь делят на атопический дерматит и ограниченный нейродермит. В диссертации, недавно вышедшей, там, тра-та-та, там, что-то исследовали, нейродермит, не относящийся к атопическому дерматиту, в заглавии, в заглавии этого трактата, в истории болезни пишут атопический дерматит в стадии нейродермита. И последняя на прошлой неделе нашла такую историю болезни, атопический дерматит, переходящий в нейродермит. То есть, ну, в общем, век живей и век не учись, это называется. Так вот, нейродермит, я покажу иллюстрацию, еще раз предупреждаю. Но есть такая странная здесь вторая фраза, странная. Расчесывание мотивировано не столько зудом, сколько привычкой. Я бы просто этим авторам, очень уважаемым, не советовала бы чесаться, потому что это тяжелое состояние. Так вот, что такое Лихин Симплекс Хроникус, это тоже вам не нужно, это надо дерматологу. Это тот же Лихин Видали, это тот же ограниченный нейродермит. Есть нейродермит, но только ограниченный. И вот в итоге Европейская Академия Аллергологии и Клинической Иммунологии предложила новый термин. Но это, между прочим, немножко дань увлеченности аббревиатурами. Вот многое сейчас переводят в аббревиатуре. Вот вот эта аббревиатура, но необыкновенно логичная. Необыкновенно логичная. Что она нам дает? Она дает нам право маленьким детям, вот в этой первой эксудативной форме, писать экзема, этапическая экзема. То есть это синонимы действительно, атопическая экзема и дерматит. То есть это дальше не аллергический, аллергический иммуноглоблин и ассоциированный, не ассоциированный. Ну так, вот немножко клинический. То есть это немножко, а потом у меня будет очень множко. Значит, вот, ну понятно, атопическая. Тут комментарии не нужны, атопический дерматит. Ну что, вот, конечно, доктор, я даже призываю у нас в клинике, вот тут напишите атопическая экзема. Да, это атопическая экзема, правильно? Атопическая экзема, да? Вот, тоже уже осложненная с трептостафилодермией. Вот опять-таки экзема, потому что мы смотрим на щеки, которые с экссудацией, с корками. Ну и, наконец, вот эти формы, тяжелые уже, более старших детей, это слихинификации. Вот слихинификации, вот эти формы составляют некоторых вспоминать, вот это надо забыть, это слово, дифузный нейродермит, но его вспоминают именно глядя на такие вот формы. Если, теперь следующее, вот эта фотография меня заставляет еще накоснуться от такого очень важного момента, это момент предоставления инвалидности. Инвалидности. Значит, инвалидность по атопическому дерматиту – это биопсирующий зуд. Вот такое, то есть должен быть или проригоподобная форма, или вот такая с глубокими расчесами, которые заканчиваются рубцеванием. То есть неукротимый зуд, при котором вот именно как раз болью подавляют зуд, значит, вырывают эту папулу, и тогда какое-то время это перекрывает ощущение зуда. Вот проригоподобная форма, о которой я вам говорила. Вот они просто вырывают эти проригоподобные формы. Ну, опять атопический. Теперь два слова. Есть даже монография, называется «Atopic dermatitis and hensixim». То есть отдельно написали монографию по экземе рук, которая родом из поражения при атопическом дерматите. Она, к сожалению, я вот признаюсь, очень трудно лечиться, как раз если кисти поражены. Прогноз я считаю, что неблагополучный. Все-таки это остается. И доходит до того, что потом это и профессиональная ориентация, и они уже лечатся как экзема, а не дальше как экзема. Ну вот тоже все. Вот опять-таки кисти. Очень, очень это нехорошо. Ой, это повторение. Если же мы говорим о лечении атопического дерматита, то это я, ну, как бы произношу нередко дерматологам. Честно говоря, это вот последних десятилетий такое веяние, очень правильное для дерматологии. Вот раньше в старых учебниках, и мы привыкли, пишем историю болезни, и когда начинается план лечения, то начинается системное лечение, а потом в конце как хвостик топическое. А во всех совершенно современных руководствах сначала идет топическое, я говорю для дерматологии, всегда топическое лечение. И поэтому вот базисная терапия, да, конечно, ну, самая такая, ну, простенькая, которая может сработать, это элиминационный режим и уход за кожей, и эмальенты. Ну, это такое, как вспомогательное, да, хотя эмальенты могут остаться на всю жизнь. Это особый разговор. Местное лечение, местное лечение, топические кортикостероиды, топические ингибиторы кальциноврина, антибактериальные средства топические, компрессы, а потом только системное лечение. Это справедливо, очень справедливо, потому что сейчас все пошло на выворот. Просто я не знаю, в отчаянии ли вы, но я в отчаянии. Если приходят просто в поликлинику с обострением, ну, у нас любого кожного заболевания, любого кожного заболевания, тут же дексаметазон. Ребенок, не ребенок, тут же депроспан, тут же дексаметазон, потом начинают вспоминать, да, подождите, не делали гистологию, а здесь хроническое заболевание. То есть это катастрофа. Поэтому вот есть, во всяком случае, у дерматолога есть действительно вооружение в виде наружной терапии. Что можно сказать вот о системных кортикостероидах? Я просто не буду учить этому, а просто говорю. Смотрите, сколько заболеваний кожных требует системных кортикостероидов? Конечно, пузырчатка там, ну, дерматомоизит, кстати, мы отдаем ревматологам, но неважно. Системный окрасный оценок мы тоже отдаем ревматологу. Как раз тут и является грань между дерматологом и системным, вот, в частности, ревматологом. Грань проходит по тому, назначаются системные линии. Только если у больного уже он дошел до того, ну, выяснение клиники, что ничего, кроме системных препаратов, это ревматология уже. Ну и так далее. Вот не перечисляем. Кстати, смотрите, реакции лепроти, лепры, лепры. Но я вам должна сказать, я с восторгом пошла, во-первых, сама в нашем лепрозоре бывала три раза и видела больного нашего украинского, свежего, хочу сказать, свежего больного с палочкой Гансона. Но в Индии, я пошла на конгресс, думаю, ну, что-то новое услышу. Они говорили только о кортикостероидных системных, поэтому даже неинтересно оказалось. Спорные рекомендации по системных, вот видите, тоже, это и тыклеточная лимфома, экзема, там все-все-все. Тяжелый этапический драматит. Ну, да, да, если он с экзематизацией, он тяжелый, упорно не подается наружной терапии, почему нет? Но все равно мы должны опираться все-таки на этапический. Я вам должна сказать, ну, какую-то такую свою общую мысль хочу сказать, что ведь, в общем-то, в дерматологии наличие топических глюкокортикоидов, это шаг. Это шаг. Первым вот появился, первым появился, не помню это в каких годах, может быть, в 70-х, появился английский флуцинар. Вот это был первый-первый препарат вторсодержащий, как потом мы уже знали, где вторсодержащий, не вторсодержащий, но это подарок дерматологии, топические кортикостероиды. Но не означает же это, что нужно все вокруг мазать топическими кортикостероидами. Вот я об этом и буду сейчас говорить. Ну, такие, опять-таки, с интенсией общего порядка, вы просто их видите, я их пропускаю, потому что из короткого, среднего и длительного действия. И вот я буду говорить о меметазоне флуорат, вот действительно длительного, это очень важно, длительного действия. Классификация точно так же по происхождению. Природные, синтетические, вторсодержащие, не содержащие, меметазон опять относится к вторсодержащим препаратам. И классификация топических по их активности. По их активности. Высокоактивные, активные, к которым относится меметазон, афурат, умеренно активные кортикостероды и с низкой. Низкой – это уже такие, ну вот действительно уже, которые мы пережились с этими препаратами, они и есть, и можно иногда в скромных случаях назначать. Но речь идет ведь о чем? Топический кортикостероид, он должен погасить воспаление, как можно быстрее, как можно быстрее принести облегчение. Но мешает всему этому, вот мне тоже в докладе понравилось, что говорилось о кортикофобии. Ну это очередная дикость, потому что такого не должно быть. И точно даже в европейской классификации топических кортикостероидов их делят. Сильные, куда относятся клопитозолопропионат, я буду о нем говорить, то есть это сильные, то есть которые нужно назначить на несколько дней, погасить. Сильные, туда относятся маметазона, фураат, умеренно сильные и слабые, опять то же самое, но немножко по-другому назвали, немножко по-другому распределили. Цель наружной терапии должна реализовываться. И что нужно реализовывать? Устранить признаки воспаления, а симптомы какие? А симптомы это страшный зуд. Устранение патогенетических вот этих осложнений, включая вирусные, и обновление поврежденного эпителия, которые тоже могут любые какие-то инертные, дифферентные, вернее, кремы, мази могут реализовывать. Так вот, что же получается? Первое, я выражен для тяжелых случаев, клавейт, но это 3-7 дней. А потом переходим на мамидерм, мамидерм, который относится, вы увидели, по своей активности, по силе воздействия, относится к самым таким современным препаратам, который может назначаться и периодами, и с перерывами, но ни в коем случае вообще топические кортикостероиды не назначаются длительной, я потом покажу иллюстрации. Момидермомазь, она может быть и кремом, это по-разному. Вы знаете, есть и какие-то бляшки, какие-то более инфильтрированные очаги, лучше мазь. А когда на большие поверхности и только с легкой гиперемией, такие поверхностные элементы, то, конечно, тогда больше крем нужно назначать. То есть, в этом препарате системная адсорбция невелика, 0,7%, возрастной период, это очень важно, с двухлетнего возраста, то есть, тот возраст, при котором уже начинается атопический дерматит и другие заболевания кожи, показан для всех участков кожи, включая лицо, при этом может назначаться один раз в сутки и обладает вот этими теми эффектами, о которых я говорила. То есть, это препарат умеренной или сильной активности. Да, вот это мы говорим о мамидерме. Значит, что я опять-таки немножко съезжаю в сторону и говорю вот о чем, что при этом же осложнение вторичным инфицированием и вот у атопика, посмотрите, больше половины микрофлоры составляет золотистый стафилококк. Это не означает, что он всегда вызовет какую-то жестокую клинику, но мириться с его присутствием, конечно, не приходится, нельзя. Поэтому, ну, должны быть, ну, вот, например, например, осложнение стрептостафилодермией. Это стафилодермия. Ну, потом у меня будет еще иллюстрация. Опять этот у меня про патогенную, условно патогенную. Вот для услуга, когда есть осложнение, то нужно же, чтобы была антибактериальная составляющая. Таким антибактериальным, ну, может быть, гентамицин. Вот гентамицин, он входит в бетадерм, который двухкомпонентный препарат, следовательно, при осложении стрептостафилодермии, стрептостафилодермии, поверхностной стрептостермии, тогда назначается бетадерм. Конечно, опять не навсегда. И механизм действия вот бетаметазона дипропионата, это понятно, что это, в общем-то, тоже топический кортикостероид, который влияет на рецепторный аппарат клетки. И вот тут я немножко, наверное, вас хочу загрузить клиническими случаями и размышлениями. Итак, существует группа дерматозов, чувствительных к лечению кортикостероидов. То есть, но это не означает, что это все относящееся к системным, мы должны перенести на топический. Я еще потом буду комментировать. Это дерматит, пасчисуха, вы видите. Псориаз. Очень спорный вопрос. Сейчас во всех протоколах достучаться до дерматолога очень трудно. Запрещено использовать системные кортикостероиды при псориазе. Даже запрещено. Потому что вызывает временный эффект, привязанность к этому кортикостероиду. То есть, это категорично. псориаз, наоборот, показан, то есть, не псориаз показан, а топические кортикостероиды пишутся во всех европейских, американских протоколах. Наши составили мы, но они застряли. Вот в этих протоколах наружная терапия кортикостероидная при псориазе, она имеется в виду. И в итоге это красный плоский, лишаясь, сабаренный дерматизм, несмотря какой степени тяжести. Красная волчанка дискоидная, генерализованная ретродермия. Итак, какие заболевания? Ну, в первую очередь, красная волчанка. Кстати сказать, с Еленой Николаевной у нас договор на апрель, она, я ей напомню, она испугается, что опять нужно со мной быть. Значит, мы договорились, что у нас по школе будет тема 10 апреля. Красная волчанка. То есть, как бы вот мы собираемся вместе, вот как они смотрят, ревматологи, а я о своей. Значит, я понимаю, вот наша есть, наша. Вот это наша, это красная волчанка, в основном, дискоидная, но она не всегда только дискоидная форма. Это может быть более глубокие формы, такая есть форма, тумидная. Она напоминает, есть такая, раньше было, люпус пернио называли, ознобленная волчанка. То есть, это крупные такие участки инфильтрации. Но факт тот, что обычно это относится к драматологической патологии. Но по современной классификации, чтобы не звучало слово волчанка для больного, все-таки останавливаются на словах острый ритематоз, подострый или хронический. Так вот, в итоге, причем, вот все, что я буду показывать, это всегда те случаи, которые приходили ко мне, и, как правило, было с другим диагнозом. Ну, вот обычно это говорится очаговая лапетия, но это красная волчанка. Красная волчанка в виде капиллерита, очень характерный признак. Красная волчанка может быть и на тыле кистей. У ребенка, которого я потом отправила в соседнюю больницу, потому что остановились на диагнозе, обследовали, у нас педиатры, подострый ритематоз. Вот вроде что-то, вроде атопия, а это была красная волчанка. Красная волчанка, подострая тоже, она лежала, это подросток у нас, у ее же руки. Синдром Шарпа. Очень печальная картина при синдроме Шарпа. Посмотрите, вот эта девочка, ее семь месяцев по телефону лечили назначением разных гормонов по телефону. Значит, они из села глубокого Кировоградской области уже девочку принесли на плечах не мама, пришли трое мужчин, дедушка, дядя и отец. Она не передвигалась. Вот у нее признаки дерматомиазиты, вы видите, тяжелый ребенок, которого вот по телефону рассказывали про диету, делали панели, вообще сельские жители, я села и посчитала, оказывается, на 94 ингредиента сделали панель, но в основном там перечили какие-то рыбы из Тихого океана, ну в общем, по-моему, тоже можно немножко себя тормозить в таких вот рекомендациях и понимать, что у людей даже в конце концов средств нет на это, а это при том, что оказалось совершенно ненужным, это эта же девочка. Другая девочка тоже с синдромом Шарпа, она же, и не могу не сказать о лимфомах кожи. Почему я говорю о лимфомах кожи? Потому что очень выросла, вырос уровень заболеваемости лимфомами кожи, в основном, конечно, таклеточными, просто по процентному их взаимоотношению, и в итоге, когда пишут патогенез. лимфомах кожи. Вот все это перечисляние, введение, аллергия, анабактериальных токсинов, ионизирующая идиотиация, и то, и сё. Но, самое, вот я выделила, наследственный фактор, так там и написано, с вопросом, потому что не подтверждено, развивается на фоне атопического дерматита. Поэтому, настороженность наша должна быть, что в некоторых случаях происходит трансформация. Меня, в принципе, очень заинтересовало, разве с педиатрами, а может ли быть лимфомы, вот по литературе международной, у маленьких детей, оказалось, что описаны случаи у пятилетних, лимфомы. Поэтому, вот начинаем вести атопический дерматит, всегда нужно помнить, нет ли там ещё этого. Поэтому, ну, это очень редко, это требует иммуногистохимии, но это очень редко. Первый признак это упорство. Но поскольку я, слава богу, не видела пятилетних детей, я буду показывать случаи взрослые. Значит, общие клинические признаки лимфом кожи, неопределённость, вот так бы я сказала по этому слову, неопределённость. То есть, и полиморфизм, и они не только у нас, во всех клиниках мира, они иногда до 10 лет идут под другим дерматологическим диагнозом. Это все знают, признаются. Это микробная экзема, часто бляшечный парапсориаз, в общем, что угодно. А потом, когда убеждаются, что зуд не проходит и не подаётся терапии, никакой, то вот назначают. Так вот, это как раз группа, вот я перешла к той группе, где не атопический дерматит, а показаны атопические кортикостероиды. Вот в первую очередь это лимфомы кожи. Лимфомы кожи длительно нужно держать на поддерживающей терапии. Это потом мы дойдём до химиотерапии, до поводтерапии. А вот на начальном этапе это должны быть топические кортикостероиды, потому что мы видим эту инфильтрацию. Вот, пожалуйста, тоже такая грубая инфильтрация с лихинификацией. Дальше. Очень участился псориаз. Это у меня какой-то предыдущий снимок, но это почти как, ну, убеждает просто в этой распространённости. Очень помолодел псориаз. Очень. Очень часто, как вы понимаете, идёт под пелёночным. Вот сначала он прикрывается пелёночным дерматитом. Но в прошлой неделе, я не утрирую, на прошлой неделе, у меня понедельник в клинике, ну, в поликлинике нашей консультации дерматологической, а во вторник в охватите. у нас в клинике двух показывают больных, ну, для диагноза, а в охватите одного. И это всё были дети до шести лет, трое за два дня. Поэтому псориаз на дома с атопическими. Да, причём, я это и говорю и мамам, всё-таки, ну, как бы, вот это обрушивается на родителей, ах, псориаз, ну, страшно. Но у детей поддаётся и выводится в состояние ремиссии, поэтому здесь топические кортикостероиды нужны. Ну, вот то же самое, но, вернее, не то же самое, это я уже заговариваюсь, потому что я на время смотрю, мастацитоз, да, мастацитоз. Не надо мазать всё время, но в периоды вострения, когда начинается вдруг приступ мучительного зуда, особенно после купания, начинается вот этот приступ у ребёнка. Во-первых, вы объясняете, что это пройдёт, к 7-8 годам, но надо же как-то выручать, поэтому, но не всё, не берёшь вот так вот шпаделями всё тело, а вот эти зудящие участки, это просто такой, ну, пример такого максимального, будем говорить, распространённости этих элементов уртикарных. А это вот как раз вот здесь точно топический, потому что это редкая, но булёзная форма мастацитоза, она очень мучительная, поэтому здесь мы назначаем, здесь, в принципе, другого ничего, кроме как в момент приступа, вы видите и уртикарии, вы это всё видите, тогда надо, конечно, антигистамины, но тоже не каждый день, а когда всё ухудшается, вот эта булёзная форма, вы видите эти боли на волосистой части головы. Сиборейный дерматит. Сиборейный дерматит, я уже о нём сказала, что у нас болеют, да, сиборейным дерматитом. Значит, что сиборейным дерматитом? Вот сиборейный дерматит, сиборейный дерматит, вот гнейс, вот там перетяжки, вот всё это, вот интертрига, вот тролля-ля-ля-ля, и в один день начинается ягодичная эритема. Если начинается ягодичная эритема, то за сутки можно получить вот это еще эритема, это еще эритема, а это дисквамативная эритродермия Лейнера-Муссу. Я не знаю по Украине, слава богу, они редкие, но все погибли. То есть в этот момент уже даже в реанимации не в состоянии спасти. Я вам скажу, у нас был такой пример, когда мама вызывала неотложку три раза, на четвертый раз она возмутилась, и они привезли. И ребенок умер у нас в приемном покое. А начиналась вот так невинная, очень такая грубая клиника, когда с невинного процесса все можно было, да, все можно было. Ну опять псориаз, может быть, у меня немножко... Вот это убедительный, это более убедительный псориаз, когда вы видите разбросанные папулы. Причем в основном есть родословное, есть родословное, но появились случаи, когда и нет. Вот в данном случае, где без сомнения, псориаз, мы же видим везде от севы папул, типичный с шелушением, но такое. Затем атопический дерматит, как правило, ну примерно в 60% случаев присоединяется, не присоединяется, а сочетается, ассоциирован с... я уже заговариваюсь, но уже спешу, ассоциируется с... с этой самой... ангидротической эктодермальной дисплазией. Обычно у них это пишет. Значит, нужно мазать, нужно мазать. Дети сохранны, дети хорошие, но это генетическое заболевание. А вот это очаговый нейродермит. Совсем из другой оперы, совсем не похоже, вы видите. Но это одно из жесточайших заболеваний с зудом. В старых учебниках писали даже о денервации, то есть даже денервировали нервные окончания. Ну вот один из методов погасить вот этот момент зуда, это топические кортикостероиды. Вот, кстати, как вот эти, я говорила, особенно Кловейт. Противопоказания к применению топических кортикостероидов. Это инфекции кожи, розовые угры, само собой, хотя мажут и косметологи мажут. Это просто ужас, потому что потом еще хуже у этой дамы будет розовые угры. Обыкновенные угры тоже почему-то мажут. Вы знаете, это удивительно, но я вам говорю. Переоральный дерматит, зуд без воспаления, дерматоза у детей до трех месяцев. Итак, это что, например, это экземокапоши. Не мажем, да, не мажем. Экземокапоши тоже, не мажем. Мне здесь вот причитил доклад по герпес глаз. Вот это как раз оно и может перейти. Слушала тоже с интересом. А это вот те рубцовые изменения, которые остались после экземокапоши. Здесь тоже мазать, не мазать. Не мазать, потому что это психическая больная, к нам поступила, у которой индуцированный неврогенный зуд. Это ихтиозефорная ретродермия. И вот для таких случаев еще в этой серии существует клобаза, которая просто восстанавливает липофильную мантю кожи. Поэтому вот клобаза, она действительно широко должна применяться, потому что уже никакой навески лекарственной в этом нет. И вот когда же мы опять-таки не пользуемся атопическими, это болезнь Девержи, тоже болезнь Девержи. Это пойкилотермия и ротмон. Это причем все случаи, кто... Ликокотопический дерматит. Я не случайно их привожу. Это наследственное заболевание. Заболевания, ассоциированные с зудом, вот они перечисляются, да? Вот, соответственно, ребенок мучающийся. Надо проводить дифференциальный диагноз. И вот, опять-таки, ихтиозефорная ретродермия, чесотка, сплошь и рядом мажут. А это двухнедельной давности. Да, есть атопический, есть тяжелый, есть атопический дерматит. Но я посмотрела, смотрите, классика чесотки. Почему такого не может быть? Значит, не начинать с атопических, они будут. Но сначала нужно помазать серной мазью. Опять-таки, болезнь Девержи. Это эндоропатический акродерматит, который, как правило, тоже ведут как атопический дерматит. Это совершенное заболевание, связанное с полностью дефицитом цинка. Вот на цинке такая потом эта девочка выросла. А обычно вот они умирают. У нас она... Это не у нас, а ее привезли. И я отправила еще в Гладуш, был генеральный директор. Позвонила, он сказал, да, привозите. Но в приемном покое девочка умерла. Она была обезвожена. Вот, пожалуйста, атопический дерматит. Вели, вели, вели. Вот, вели, вели этот же ребенок. Это через 7 дней лечения препарата мицинка. Только. Это тоже кортикостероидами системными осложнили до Кушинга эктезиформную эритродермию. Вот все это случай. Вот. Вот. Посмотрите на этот Кушинг. 9 месяцев. 4 месяца из них давали кортикостероиды. И, наконец, это у меня действительно уже конец. Это то, что, если бездумно назначать, на лице и долго, но я одно могу извинить врачей, потому что это обычно родители. Они увидели успех. Вот эти дети, которых я сейчас подряд всех покажу, пероральный дерматит, это все, когда атопические дерматит, когда, извините, когда атопические кортикостероиды назначали на свой розум. 7 месяцев. У этой девочки почти год. А потом вернуть, как и дерматолог, говорю, почти невозможно. Избавиться от такого кортикостероидно-зависимого пероральный дерматит почти невозможно. Пожалуйста, тоже. Это даже формируется у подростка розация стероидная. Он тоже этот ребенок. Это тоже совсем другая, не требующая. Это у Люли Тема. Ну, опять Ротмута. Девержи, опять-таки. И благодарю за внимание. Обратите внимание на время. Так. Дуже дякую им за дотримание регламенту. Але надзвичайно цікава доповедь, як завжди. Продолжение следует... Продолжение следует...